То есть нет границ, есть ли препятствия вот это Ты просто напролом бежишь, все сносишь, что не сносишь, что оббегаешь Ну, либо перепрыгиваешь максимально быстро Ну, как бы, я бы тоже так мог сделать Ну, во-первых, на тренировке в однюху такие вещи не делаются Смотрите новые ролики эксклюзивно в ВК-видео Скачивайте отдельное приложение ВК-видео Подписывайтесь на наше сообщество и нажимайте колокольчик все уведомления И тогда вы точно не пропустите новые выпуски Фильм крутой, но очень глупый Вот по всем статьям, чего не коснись Да, он ранен, он вытекает Кому от этого легче, ему легче? Нет А если я рядом еще лягу Из ран ничего не достаем, от слова совсем Всем привет, меня зовут Никита Я занимаюсь паркуром в 17 лет А сейчас я прокомментирую несколько сцен из фильмов с элементами паркура Не мой, не мой Поспорь с твоей судьбой Тебе судьба покорна, как раба Но коли спустишь крик, то сдашься в тот же миг Вот это номер Например, мы бы протирали подошву Это прям очень важно Наверное, самое важное вообще перед каким-то прыжком Или чем-то таким, тем более залезать Они сейчас будут стереть лишнюю пыль Чтобы сцепление с поверхности было больше Ну и, соответственно, кроссовки Они сейчас полезут И это как скалолазание А у скалолазов, понятно, обувь должна быть максимально плотной Так что он тут просто затягивает кроссовок Чтобы не свалился Используется обязательно резиновая подошва Должна быть полностью прорезиненная Для лучшего сцепления Потому что если в пенке прыгать, лазить Будешь скользить И очень травмоопасно Это очень важный момент В принципе, здесь ничего сложного нет Они просто выход силы делают Залезают дальше, дальше перехватываются В принципе, любой человек Который более-менее с нормальной физической подготовкой Единственное, тут ментальные страхи работают, конечно Только страх, по большей части Кто высоты боится, да, будет сложновато Можно так прыгнуть Но я думаю, они прыгали на подушку мягкую Это практически 100% Но это не говорит о том, что они бы не смогли Это же настоящая команда Паркуру Поэтому они это могли делать Я думаю, там несколько дублей было И оно того для фильма не стоит Думаю, мы не рисковали Но так в целом нормально На крыше машины тоже это все И сейчас делается, и снимается Мы-то, конечно, так не делали Но вообще это нормальная практика То есть машина, она вполне очень мягкая Вот у нее даже падает на спину Вот он как будто бы летел И чуть-чуть назад завалился А, вот, вот, вот этот кадр Да, он явно на подушку падал То есть он не на ноги приземлет Центр тяжести уже назад сместился Все У нас было раньше, когда мы начинали Такая мания Везде рациональность находить То есть любой элемент должен где-то нужным быть Ну, то есть не просто так для того, чтобы его сделать А где-то его в какой-то ситуации применить И вот в данном случае Я смотрел еще несколько боевиц, когда там Кто-то бежит с мячом Или что, и тот под дерево Раз-раз, его перепрыгивает И оказывается сзади То есть в данном случае с собаками Все по технике делают Молодцы Только у меня одно непонятно Они хотят извести собак То есть, типа, бегают по кругу Что, типа, собаки устанут? Ну, я не думаю, что собаки раньше не устанут Еще чуток Вперед У него не хватило инерции вперед Его прижало И уже от кувырка особой пользы нет Кувырок должен быть по инерции А он приземлился Все, колени Погасил И потом уже кувырок сделал Вот это, кстати, для приземления Самая лучшая, наверное, поверхность Она прям гасит Можно на нее, не знаю, даже С 7 метров, наверное, даже прыгнуть Но, опять же, от подготовки тела зависит Я там не понял, зачем он на живот прыгнул Может быть, для того, чтобы быстрее перепрыгнуть Так обычно, как бы, на бок Слайд называется И ты скользишь Ну, по-английски скольжение Вот Ну, на животе, как бы Не знаю Ну, может, в такой ситуации Там все методы хороши Главное не умереть Вон они На лестнице Они в доме Задержать их Быстро Есть направление Руферы Но это Я хочу, чтобы не причисляли к паркуру Это люди, которые Конкретно залезают На всякие Спрещенные, опасные Места Ну, типа Это вот как адреналин У них какой-то такой Незаконный Нет, паркур Он просто то же самое Что на земле То же самое на крышах То есть, без разницы То есть, нет границ Есть ли препятствия Вот эта Самая главная фраза Давида Белля Вот, в принципе Вот она и Об этом и говорит То есть, ты сначала тренируешься Безопасно На земле Хочешь, залезай на крышу Не хочешь, не залезай Но лучше, наверное, не залезать Не обязательно Прыгать выше своей головы Чтобы хорошо зарабатывать Уже несколько лет Мы сотрудничаем с командой Авторских медиа Они продают рекламу Более чем у 60 блогеров И сейчас им нужны Менеджеры по продажам Которые в этом помогут Опыт работы не важен Главное быть ответственным Быстро разбираться в новом И уметь договариваться С разными людьми Потолка по зарплате нет Офиса, в который нужно ходить Каждый день Тоже нет Можно работать Из любой точки мира А доход зависит только от вас Кому-то нужно больше времени А кто-то выходит на доход от 100 тысяч и выше Уже через месяц работы В прошлом году Несколько сейлзов заработали От 3 до 8 миллионов рублей в месяц Работайте в комфортном для себя режиме С дивана или пляжа на Бали Никакого микроменеджмента Кипяй и всего прочего Но это фуллтайм занятость Бонус Участие в крутых проектах С топовыми блогерами Которых вы каждый день видите В соцсетях и на ютубе Если предложение вас заинтересовало Переходите по ссылке в описании Заполняйте анкету И с вами свяжутся Лихо Не знаю какая у него подошва Ну тут спорный момент на самом деле Ноги правдоподобно скользят Но раз они так скользят То он и должен сваливаться Наверное А он прям так бодренько лезет Ну я думаю тут нет смысла даже Говорить тут неображеным глазом Видно что это компьютерная графика То есть движение Вот это физика Ну физика то что Предмет В данном случае Объект Летел явно неестественно То есть ну Была бы просто поверхность Высота нормальная Вполне Но он еще прыгнул В катлип Ну типа в зацеп Частично То есть ногами Ноги внизу Руки тоже цепляются Там попасть нереально Ну Один раз на миллиард Прыгнул с одной высоты Приземлился уже С другого прыжка Это все монтажом делается Частенько так Ну это сразу в глаза бросается А там кстати Если остановить В момент Когда вот у него Нога касается Это голеностоп Уже До свидания Мне кажется На всю жизнь Просто удержаться Вообще несложно И залезть потом Легко от нее Самый момент Как он Ударился Это конг Элемент называется Раньше его Кинг Конгом называли Ну типа Далекий прыжок То есть Когда ты препятствия Так же толкаешь И пролетаешь вперед Это манки Типа маленькие Ну я так вижу А конг Это ты когда пролетаешь И в самом конце Препятствия ставишь То есть брошу И расстояние Ныряешь Ныряешь вперед Он не знает Что впереди Как бы Ну либо он Здесь работает Вы на этой стройке Либо что То есть Так что в принципе Нормально он все сделал Там и выступ Достаточно хороший И типа все Бодренько сделал Классно Не видно Каких-то там Магии Монтажей А Ну то что Он на такое решился Не знаю Ну короче Так-то все четко Конечно Там ты поверхность проверишь Ногой вот так поддерываешь Супыль сотрешь Понапрыгиваешь Возможно даже Если там Над каком-нибудь пропастью Где-нибудь На полу поделаешь Там на газоне Несколько раз Вот И только тогда Ну элемент Андербар Сделал очень четко Маленький проем Прям обожает элемент Очень дети любят его Очень классно Ну выглядит Наверное хорошо Я не знаю У меня уже глаза Замылены Прям очень Такой Практичный Ну то что он Конечно сломал Стенку Это жалко Непонятно Непонятно какая высота Вот если Посмотреть Когда он начал прыгать Там было очень Высоко И с такой высоты На практически Прямые ноги И потом дальше Спрыгнул Опять же На пятки Приземлился И проскользил Ну это явно Паркур 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 Это вот что Интернет-сенсация Пятилетней давности Крутая штука Даже в Бонде А не была Цель Как можно Затейливее добраться Из точки А В точку Б У них это тоже паркур Где точка А Это маразм А точка Б Травмпункт Вот он как раз таки Что-то затейливо Прикольно он Сформулировал Что затейливое преодоление Но это вот что-то Ближе к фрирану Наверное Паркур Это ну Если прям вот Душнить То это вот прям вот Конкретное Рациональное То есть ты бежишь Ты не пытаешься Там что-то Красивое сделать И так далее Ты просто напролом бежишь Все сносишь Что не сносишь Что оббегаешь Ну либо перепрыгиваешь Максимально быстро Вот Не задумываясь ни о чем А то что затейливое Вот то что они там Пытаются вправо-влево Побежали Это уже больше Уже фрирану делать Там уже нету никаких Тоже нету препятствий В плане То что Как художник То есть ты рисуешь Делаешь своим телом Все что можешь Паркур для смелых Сперва ты Потом я Энди Давай Понеслась Да Паркур Ну да И делаем мы естественно То что сто процентов уверены То есть они-то Понятное дело Где-то что-то услышали Увидели Ни разу не пробовали А мы уже это Так скажем По отдельности Все проделывали уже И потом уже просто вместе Связки В такой непрерывной Составляем Раз Два Взять его Ну движение Как андербар 3-60 Он же зацепился За трубу Обычно Когда еще внизу есть Препятствия Так вот То есть В том кадре Он вперед ногами прилетел А здесь он типа схватился Сделал 3-60 разворот И дальше побежал То есть это тоже андербар Он обычно делает Залетаешь Просто Спиной получается Вот Ну то есть Он тоже здесь Интересно Применил Вот благодаря этому фильму Стало одно из самых Знаменитых мест И туда люди приезжают Со всего мира Вообще до сих пор И прыгают Сначала просто прыгали Как он Он там с разбегу делал Потом с места прыгали Босиком прыгали Полностью голым прыгали Сальто делали туда Ну как бы на то время Это было конечно круто Вот тут очень знаменитое место Может быть Даже я бы тоже съездил туда Но сейчас я наверное Только просто прыгнул бы туда Там на самом деле Высота Ой Длина небольшая Высота больше Мне кажется Там этаж 2-й 3-й Ну вроде это Стрэдл Сейчас называется Когда ты Ну оно еще делается Через горизонтальную поверхность То есть как манки Это когда ноги между рук А тут получается Шпагат Ну здесь она была Просто тоненькая Балка какая-то Уголок Поэтому она Стяжка не нужна Ну прикольно Ну типа Рационально Все четко Ну это Джеки Чан Что тут можно говорить Типа все Все тут Правдоподобно Даже если и не он прыгал То прыгали его Из его команды Каскадеров Как бы Тем более на то время точно Это прям Стопроцентная гарантия Ну как бы Я бы тоже так мог сделать Но делать я конечно же Этого не буду Привет Хэм Мам ты видела Да пойдем Как дела В начале Вот это дерево Где он прыгал Он хотел Волспин сделать То есть вращение На руках На вертикальной поверхности Ну то что угол Уж мы не считаем Есть она горизонтальный Просто Паунспин называется А это вертикальный Волспин Стена Очень легкий элемент Не знаю Видимо Это первая попытка Единственное Только как-то Слишком хаотично Но это видимо Так снято для фильма Он что-то весит Сносится Туда Сюда Непонятно Что вытворяешь Что вытворяешь Чувак Ты не это потерял Привет 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 О Воу-ран Это воу-ран Бег по стене Тоже все технически Может это даже не он Делал конечно Но почему бы и нет Но почему бы и нет В принципе У него физподготовка хорошая Почему бы и нет То есть есть люди Которым сразу дается То есть ты смотришь Думаешь Ты точно ничем не займелся Нет Раз и уже получается То есть прям технически правильно Ходьба на руках Очень любил Я тоже по ступенькам Спрыгиваю Почему-то это из моды вышло Тоже в этом ничего сложного нет Если умеешь на руках стоять Тренироваться За пару месяцев Можно Ну а на желание Во-первых На тренировке Во днюху Такие вещи не делаются Но это только какие-то самоубийцы То есть вообще В целом Если на тренировку Что-то ты делаешь новое Либо опасное тем более То обязательно должна быть Компания какая-то Твоих единомышленников Хотя бы им морально тебя подготовить Ну или в крайнем случае Помочь потом Ну я не знаю Сколько бы я ни тренировался Было всегда страшно Что-то новое попробовать Стоишь Вроде сосредоточился И вот то что ты один Вот как-то нагнетает на тебя Вот Ну а что касается Большого перепада По-моему Это кто-то прыгнул Из стороров Есть такая команда Есть такие люди в мире Которые прыгают Жесткие прыжки И не обязательно их делать Просто восхищаешься Окей Ну то есть Один из таких прыжков Можно конечно сделать Но так вот Как некоторые Доминик Томато Каждый месяц Каждую неделю Всех удивляет У него уже там 32 года Каждый год прыгает Там Бивается Каждый год Каждый год